здравствуйте девочки здравствуйте гости моего канала меня зовут элина я делаю возрастные макияжи и небольшие обзоры на бюджетную косметику девчонки сегодня я хочу сделать макияж с матовой текстурой вот с такой палеточкой от форма она когда-то давно очень громко гремела на ю тубе и уже очень много лет сейчас я вам покажу текстуру этих теней они матовые вроде как считались пигментированный вот видите розовый вот такая я конечно не знаю что у меня получится но очень очень сильно хочу постараться потому что с матовыми текстурами очень сложно работать если такие как бы сатиновые блестящие текстуры их быстренько нанесу сюда на подвижная ветка растушевал и вы уже красавица с матовыми текстурами так не пройдет матовые текстуры очень привередливые чтобы их нанести растушевать сделать красивый макияж для этого нужно время для этого нужно и руки и умение и терпение и все сразу вместе значит что я уже сделала я нанесла вот такую тональную основу это биби крем от эвелин видите он у меня уже закончился поэтому я его разрезала очень классный очень хороший тональный крем в коту от которого я просто в восторге под глазки я нанесла консейлер от ламыль он у меня в самом светлом оттенке поэтому я его нанесла брови я чуть-чуть оформил так как у нас к макияж будет матовый поэтому начнем девочки вот с такой матовый текстурой так еще я что сделала я нанесла базу от эссенс вот такую если она мне поможет то это будет даже здорово знаете вот так получается что когда ты долго не делаешь макияжи а потом вдруг нужно сделать какой-то макияж и какой-то наступает страх потому что на работу быстрее собираешься раз раз там мазнукал две пары буквально по ресницам стрелочку сделал ресницы накрасил уже побежал некогда тут что-то выводить что-то какую-то картину писать ну а здесь у нас так как матовый макияж поэтому надо очень и очень хорошо постараться ну что сначала я наверное розовую текстуру нанесу на неподвижное веко конечно хочется сделать красивый макияж чтобы сделать красивый нужно очень сильно стараться так-то тени наносятся хорошо без проплешек единственное что я просто сразу базу нанесла видите да вот они наносятся хорошо уже выложила на своем канале про тейпирование кстати буду делать макияж и про это рассказывать а чего еще болтать ну конечно же только о нас о девочках о наших проблемах господи его даже смешно почему так вот делаем там всякие крема ну крема то еще ладно а вот когда ты делаешь мезороллером работаешь над своим лицом вот почему так мы женщины что-то пытаемся делать какие-то иголки по лицу катать вот скажите вот хоть одного мужчину заставишь иголками катать по своему лицу да ты что да он скажет ты что больная что ли да ни одного мужчину не заставишь катать иголками по лицу так девочки я наверное за еще в этом макияже вот эту палеточку свою хочу применить почему потому что мне надо свою века вот этим растушил а потом еще вот этим потому что вот в этой память палитки только темный цвет поэтому я хочу поработать над вот этим веком в общем мы к теме а наших мужчинах ни один мужчина никогда в жизни не пойдет на мезотерапию которая как по словам женщин очень болезненная не пойдет на какие-то либо другие процедуры вы почему так почему они такие уверенные в себе а мы женщины постоянно постоянно какие-то делаем манипуляции над своим лицом на своим преображением но почему так несправедливо в жизни скажите мне нахрен вот он идет извините меня за выражение вот с таким пузом и он герой он идет так важно не важно что он не важно что у него вот этот животик висит но себя же чувствует уверенно а мы постоянно какие-то диеты постоянно какие-то правильные питания постоянно какие-то усилий над собой прилагаем ну почему вот так да пошел все нахрен да вот так подумаешь мы должны всегда над собой работать работать ради чего спрашивается вопрос ради мужчин нет прежде всего для себя так для себя дальше что я хочу растушевать так плохо для себя для любимой работать да так я под века нанесу светленький и вот меня всегда возмущает что почему такие мужчины самоуверенные в себе самовлюбленные в себя никогда не один не сидит ни на каких ни на диетах не на правильном питании выходит почему только от слова того что он мужчина так что ли а на женские плечи возлагается такая тяжелая доля и в рождении детей ведь это же ведь так все несложно это же так все трудно вот почему ни один мужчина еще не родил да не зря говорят что он там миллион получит если хоть один мужчина родит но однако же нет да потому что они слабые вот и все они боли никогда ни одну не переносит так ладно дальше уголочек глазика я буду наносить вот этот темный оттенок что-то тяжелую наносится это темный оттенок вроде базу хорошую нанесла вот видите как тяжело сматывая текстуры работать это все не просто так для возрастного макияжа раньше все писали что матовая текстура только подходит для возрастного макияжа а на деле вы получаются нет и блестящие тени очень даже красивые очень нежненько растушеваю все и поэтому для нас пойти уколоться это же вообще пустяк мне просто смешно хоть бы один мужчина вот так вот пошел бы и укололся да ага конечно же они простые то уколы боятся девочки о чем вы говорите они простые уколы боятся многие даже в оморок падают от простого укола женщины ничего идут себе и ботокс колют мезотерапию делаю что там еще уколы красоты какие всякие витаминчики да я не делала ни витаминчики и мезотерапию я делаю своими домашними средствами вон у меня мезороллер лежит раз в недельку я сейчас выписала гиауроновую кислоту с алиэкспресс и делаю по массажным линиям распределяю и ничего и вот у меня видите у меня лоб лоб у меня рованный все почему и это не за того что я там колола какие-то уколы нет девочки это я сделала с помощью тейпирования уже у меня по моему видео вышло на канале так ну что еще раз розовенький ответил так сложно к сложным к это все набирается не знаю я уже как слоем это все делаю розовый так стрелочку я хочу опять цветную вот этим карандашом добавить в уголочек глаза я добавлю от фаберлик ну вы уже все прекрасно знаете у меня только от фаберлик этот цвет идет вот этот светленький потому что хоть что-то же у нас должно блестеть а блестеть у нас будет только вот этот угол внешний уголочек глазика лизистую я оформляю от его мозаик в принципе очень быстро и несложно макияж мои стрелки карандаш не берет он очень тяжело наносит сейчас здесь еще подрисую по вот этому веку я наношу сиреневый тоже матовый ну конечно с ними девочки честно хочу сказать тяжело работать до тяжело с матовой текстурой поэтому визажисты как правило матовой текстуры особо то не любят я сама по себе вижу что вот уже сколько я тружусь тружусь вывожу этот макияж и делаю я его не первый раз я вот говорю на работу один раз его сделала и он постоянно как-то по-разному получается вот эти все которые от революшен вышли тени они намного лучше там только с одного прикосновения кто даже не умеет краситься девочки берете пальчиком раз по грешнему глазику растушевали каким-нибудь еще коричневым оттенком и все ничего не надо делать придумывать все же за вас придумывать придумали а тут тут текстура такая очень-очень-очень вот видите я уже сколько танцую с этими тенями никак не могу станцевать так ну что я сейчас я наконец-то ресницы свои накрашу добиваю я вот такую тушь от фаберли но я как делаю вот она у меня тушь вот это пуша которая пришла бракованной 3 бракованной и я беру просто другую кисточку кисточка у меня от белорусского производителя вот это от люкс визаж уже название стерлась и крашу этой туши а иначе никак она вообще не красит мои ресницы вот этой родной ту кисточка кисточка у нее вот такая в общем-то неплохая но она не красит все сейчас накрашу реснички и к вам приду так ну вот ресницы я накрасила этой тушью что-то там такое у меня получилось так сейчас оформим лицо девочки ну как всегда у меня деваж я не покупаю сейчас вот именно вот эти все не скупаю продукты я не понимаю но вот зачем иметь столько сто одну пудру допустим до или 20 хайлайтеров но они живет медленно используются у меня вот всего два хайлайтера недостаточно у меня ламы тоже живо пока у меня больше ничего нет в моем обиходе сейчас скулы нарисуем себе эти скулы к тому же все идем о красоте встаем рано чтобы себя украсить и пойти на работу а им что стал волосы там причесал и пошел вот так девочки а нам приходится очень много стараться чтобы себя привести в порядок я вот уже допустим вот девочки которые за 50 мы уже не можем вот так встать зубы почистить и пойти на работу да нет конечно же конечно нужно какие-то манипуляции сделать над собой чтобы выйти в люди да и не пугать других так а я вам не показала это от ламель такие румяшечки как раз они на весну розовенькие они нам дадут такой моложавый вид мы сейчас чуть-чуть хорошенько растушуем для нашего моложавого вида также да вот помада да помада все та же с алиэкспресс вот выписывала как раз к этому макияжу она подойдет такой яркий оттенок я кстати уже делала макияж с этой помадка вот это что он еще не видел он у нас сам не является макияж у нас в policial и он не без жилья лазерный смартные все равно не ухаживаем а и вы конечно же вот почему не правило что уловица макияжа небеса и мы не будем снять это а вот этот прозрачный оценок есть еще раз из выручная область и ноября и яйца в этот ролик недвижимость ноября и я извиняюсь я не drastic а что получила речь область не забудьте hypoc� встречаются с тем не менее по пятным временем я не буду с вами не нравится Такая яркая помада, прям по весеннему, ух, огонь. Сейчас волосики свои причесу, ну вот такой у девчонки у меня получился макияж, видите, сматываю текстурой. Ну что, девчонки, несмотря ни на все наши тягости жизни, мы продолжаем оставаться красивыми, любимыми, здоровыми. Кому понравился мой макияж, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Я вас всех люблю. Желаю вам всего самого-самого хорошего в жизни.